Они уже были там, и они уже не люди, и потом их сознание возвращается обратно в тело. Погружаясь в саркофаг в пирамиде Хеопса, мне казалось, что мне не хватит этой жизни для того, чтобы это убрать. Какие последствия получают люди, у которых как бы загрязняется их вот эта энергетика? Все находится в суперпозиции. Когда мы принимаем решение, то в этот момент наш наблюдатель фокусируется. Она потом начинает вибрировать на этих решениях. За что такому маленькому существу такое досталось? Мы копили это всю жизнь, и ты говоришь, что за какой-то небольшой период можно от этого очиститься. Наши внутренние, скажем так, так называемые загрязнения, они же блоки внутренние, они формируются на трех уровнях. Тело, разум, дух. На уровне тела это эмоциональные блоки, конкретные зажимы в фасциях и мышцах. Я расскажу еще подробнее, что это такое. Это первый уровень. Второй уровень это негативные решения, которые формируются в нашем сознании, в конкретном органе, в нашей голове, скажем так. И третий уровень это вот энергетические загрязнения. То есть, условно, сам вопрос про энергетические загрязнения не совсем корректный, потому что помимо энергетических, там есть еще эмоциональные блоки и негативные решения. И все это такая структура из трех элементов, которые мы носим в себе, которые мы набираем от первых секунд того, как наша душа вселилась в эмбрион до 18 лет. Вот мы с первых секунд, как только вселились, скажем так, вот в эту игру, заново вошли, мы начинаем записывать в себя 24 на 7 все, что происходит. Все эмоции, все чувства. До 6 лет у нас не сформирован ум, до 6 лет формируется 90% нашей психики. И вот до этого времени ума нет и очень часто мы воспринимаем все напрямую загружая в подсознание, без вот этого фильтра, который мы можем как бы переварить, осознать и что-то не пустить, что-то загрузить. И вот, скажем так, в детстве мы грузим все автоматически, принимаем все за чистую монету. И все боли, все травмы, все переживания, все, что связано с родителями, все прожили разную жизнь. У кого-то родителей не было, у кого-то был один из родителей, кого-то жестко били, кого-то насиловали, извините меня, там бывают такие случаи, к сожалению. У кого-то родители полная семья, но просто не уделяли внимания. В общем, у всех своя история и у всех свои вот эти вот болезненные травмы, блоки, которые мы набирали, 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 сформировали определенную внутри, скажем так, структуру из них. И потом, исходя из того, что мы сформировали, формируется вся наша реальность. У меня вопрос. Для чего? Вот мы вошли в эту игру, такие божественные существа, да, для чего мы вот это вот все такое детство у кого-то, да, достаточно сложное. Мы прям смотрим и думаем, за что такому маленькому существу, да, такое досталось. Давай вот такое небольшое отступление сделаем. Классный вопрос. Вопрос очень классный. Спасибо, что ты задала его. Я тут приведу пример. Вот я вообще на своих, скажем так, курсах любых, бесплатных, платных, вот неважно, когда я рассказываю про эту тему людям, да, я всегда пытаюсь как бы сформировать для человека картинку от общего к частному, чтобы вот общая картина была, и он понимал весь вот этот как бы замысел. И как раз таки твой вопрос сейчас позволит нам вот эту картинку людям показать немножко сверху вот эту перспективу всю. Мы древнее сознание, великая душа, бессмертная, которая перерождается, проживает тысячи, миллионы, огромное количество жизней, никто не знает сколько. И вот мы каждый раз воплощаемся для чего-то, да, и по факту мы воплощаемся для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы эта душа прокачалась, получила определенные навыки, тот же опыт и так далее. И вот я тут привожу очень часто такой пример. Душа, великое сознание планирует прийти в очередную жизнь, и оно думает, в этот раз я хочу научиться доверию. Мой главный опыт, либо один из того опыта, который я хочу получить, это доверие. Она воплощается в полноценную семью, где есть мама, папа, рождается красивая девочка, все прекрасно, классная семья. Но в какой-то момент, когда девочке исполняется 5 лет, папа берет и влюбляется в другую девушку, бросает маму, уходит к этой женщине, мама плачет, переживает, страдает, говорит, что такое, мужчинам нельзя доверять, девочка все это смотрит. Не понимает, как это переваривать, она маленькая, не понимает, как на это реагировать, она страдает, у нее очень много вот этой какой-то борьбы, боли. Она видит, что мама плачет, папа уходит, вот это разбирательство все. Слышит, что мама говорит, мужчинам нельзя доверять и принимает решение, мужчинам нельзя доверять. Формируется решение, что нельзя доверять, хотя душа пришла за опытом доверия. Хорошо, окей, первая как бы программа, первый кирпичик положит. Затем эта девочка живет, приходит в школу и тут за ней ухаживает, начинает ухаживать какой-то мальчик. Носит портфель, защищает ее и она такая думает, вот это класс, обратил внимание на меня мальчик, так здорово. Неделю гуляет, на следующий день она приходит, через неделю смотрит, а он увлекся ее подружкой. Твою мать, мужчинам нельзя доверять, думает она, утверждаясь еще раз. Хорошо, живет дальше, ей исполняется там 16 лет, первая любовь, все прекрасно, первый секс. И он снова ее предает, обижает и у нее до 18 лет формируется решение, которое звучит, мужчинам нельзя доверять. И вот это решение, которое формируется, здесь не хватает одной очень важной детали, как бы в том, что я рассказываю. Эта деталь называется, это деталь о одном эксперименте в квантовой физике, где ученые доказали, наверняка ты слышал о нем, ну многие люди как бы, это известный эксперимент. Эксперимент с двумя щелями, где вот эти вот частицы света, фотоны пропускали сначала там через одну, вторую, ну ты знаешь, да? Этот эксперимент доказал, что вот той реальности, в которой мы видим, лицезреем, в которой мы находимся, в едином варианте не существует. То есть все находится в суперпозиции так называемой. Что такое суперпозиция? Подожди, ты сейчас говоришь про наблюдателя, да? Я говорю про наблюдателя, да, ты правильно понимаешь. Вот типа эксперимент про наблюдателя, где если мы на чем-то фокусируемся, то это в нашей жизни и воспроизводится. И почему это важное отступление? Потому что в момент, когда мы принимаем решение, то в этот момент наш наблюдатель фокусируется на мужчинам нельзя доверять. И от этого решения, у нее много боли внутри, не прожитой от папы осталось. У нее наслоилась сверху боль, связанная с мальчиком, первой любовью, всем остальным, это все она хранит в своем теле. Это решение в сознании, и она начинает вибрировать на этой частоте дальше. И потом по жизни такая женщина может встречать постоянно мужчин, который продолжает ее обижать, обижать, предавать, обижать. Пока не наступит момент, когда эта женщина задастся вопросом, почему со мной такое происходит, что не так. Потому что глубоко, в глубине души мы всегда знаем, что эта ситуация повторяющаяся, что мы по кругу ходим. Может быть другой человек, другие обстоятельства, другая страна. Но факт примерно тот же самый. И мы знаем эту правду, никто не знает, только мы ее чувствуем, знаем. И вот в этот момент, когда эта девушка задастся вопросом, начнет туда копать, дойдет до ситуации, где она приняла такое решение. Есть техники, при помощи которых можно поменять это решение. Есть техники, при помощи которых можно избавиться от вот этой боли и груза, не прожитого с детства и со всех ситуаций. И как только она это разгрузит и поменяет решение, она усвоит один урок, один из уроков, который называется доверие. И она начнет как бы доверять людям. И вот тем самым эта душа, пройдя такой путь, по сути получит урок доверия. Ну вот как бы если максимально просто попытаться объяснить, а зачем это все происходит. Я рассказываю обо всем об этом очень структурно, очень понятно на бесплатном. У меня есть бесплатное мероприятие, двухдневное, где занятия по 4-5 часов даже будут. 4 мощнейших практики, 2 по 30 минут, 2 по часу или часу 15. И вот это все абсолютно бесплатно. Мы в рамках, скажем так, вот этого такого коллаборационного, коллаборационной истории с вами решили дать всем подписчикам вашего канала. Переходите по ссылке, регистрируйтесь. Да, благодарю тебя за такую щедрость. Друзья, внизу под этим видео мы оставим ссылочку на регистрацию. Пожалуйста, не упускайте такой классный шанс. Очень крутое у нас было отступление. Действительно, мы как, знаешь, мы думаем, что мы люди, которые проживаем какой-то опыт. На самом деле мы души, проживающие человеческий опыт. И мы спустились сюда для того, чтобы, да, получается это все познать. И какие препятствия, проблемы, да, мы встречаем на своем пути. Это просто вот этот наш, наша эволюция, наш большой рост. И мне бы хотелось вернуться к теме, ну, про энергетику, да, с которой мы с тобой начали. Получается, что какие последствия получают люди, у которых как бы загрязняется их вот эта энергетика? Да, люди, которые, ну, то есть вот обычный среднестатистический человек, это человек, который не умеет с этим работать, ему не объяснили, не рассказали. И вот он накопил в себе вот это, всю вот эту... А, подожди, и ты сказал до 18 лет, правильно? То есть мы накапливаем это до 18, а потом просто мы начинаем разгребать то, что до 18 лет. Ну, нет, потом оно, основа формируется до 18, а потом все, что сверху приходит, прилетает, это на те сформированные до 18 лет вещи. То есть основа до 18 лет как фундамент, и любая следующая ситуация, она имеет корень вот до 18 лет. И если, например, ко мне приходит человек, у которого задача, у него, например, завод, и у него какая-то там супер проверка, и могут вылезти какие-то вещи, и бизнес там с партнером, отношения плохие. И вот я, например, начиная с ним работать, с таким человеком, нас в любом случае выведет в детство. Выводит, как правило, к конкретной ситуации маленького мальчика, которого обидел папа, эта обида осталась, и она уже так вот трансформировалась, что она проявляется на взаимоотношениях с партнером в бизнесе. И это за собой влечет определенные негативные последствия. И вот убирая эту обиду, блок, по сути мы убираем корень, и вся конструкция сверху, она становится недееспособной. И человек как бы убирает это все и меняет внешние обстоятельства в том числе. Потому что все внешнее, это то, что создаем мы. И тут одно очень важный комментарий. Ты сказала, типа, ну вот, типа, мы душа, которая приходит, и нам нужно пройти вот этот путь, чтобы, а, нам нужно пройти вот эти препятствия, ты сказала, препятствия, преграды. Да. Да? Преграды, препятствия. Но тут очень важный момент есть. Один вот прям тонкий нюанс, который звучит так. Все эти преграды и препятствия мы создали себе сами. До? До того, как прийти на эту землю? Все время вообще, все время, мы все создаем сами. Все изначально как бы мы сами спланировали, договорились со всеми, с кем, у кого мы родились, с кем мы будем общаться, чтобы люди вели себя таким образом. И с большой любви они на это согласились для нас. И дальше, когда мы сюда пришли, набрали, сформировали все, весь даже самый жесткий трэш, который происходит у людей в жизни, все это мы сами создаем для себя. Ну, опять-таки, для эволюции души. Конечно. Хорошо. Для того, чтобы прокачаться, прокачаться. Ага, а если в моменте мы, допустим, понимаем, что, ну вот, классно, спасибо за разные опыты, я что-то уже поднакачалась, можно ли более мягко идти по этой жизни? Такой запрос мы можем тогда сформировать, чтобы без препятствий уже идти к своим целям, желаниям, мечтать? Безусловно, конечно. А тут, знаешь, как тут это путь, это называется процесс. Процесс это, ну, как бы, здесь фокус именно на пути, потому что вот эта работа, про которую я говорю, безусловно, я не один ее делаю, там, есть разные инструменты. Я сам изучаю эти инструменты 13 лет, и мы еще поговорим об этом, я расскажу подробнее. Я вообще изучал все подряд. Я человек, который, знаешь, вот я работал много с разными мастерами духовными, там, разного уровня, разной стоимости, и я заметил у них одну такую вот, один такой грешок, короче. Каждый из них говорит следующее. Все остальное фигня, вот моя система самая крутая. Просто прям как бы, прям отрицая все остальное. Я не, вот мне по жизни такие встречались часто. Я вот к другому пришел мастеру, он говорит, это все ерунда, вот моя система самая крутая. Я верю. Прихожу к другому, он тоже самое говорит. Окей, верю этому. Прихожу к третьему, и тут начинаю думать, блин, ну, если каждый уникальный, то значит, как бы, у них у всех есть определенная своя специальность. Специализация, вот как у Ганеши, да, мы говорили. И так у каждого мастера есть своя специализация определенная. И задача, как бы, набрать инструменты, и поэтому моя логика всегда была максимально открытым ко всем инструментам, потому что там везде есть своя, как бы, специализация, набрав которой можно создать уникальную систему миксовую, которая будет действительно давать комплексный эффект. Ну и, собственно, как бы, моя задача была найти такой вот инструмент для себя. Ну, я этим и занимался все время. Когда мы себя трансформируем, то в этот момент мы, разгружая вот эти блоки, загрязнения энергетические, негативные решения, расчищая определенную, скажем так, определенный слой, мы сразу же чувствуем изменения в состоянии и сразу же чувствуем изменения в материальном мире. Чем больше мы себя прокачиваем, тем сильнее изменения мы видим. Эта работа сложная, наверное, самая сложная, которая есть, но эта работа самая благодарная, и эта работа самая крутая, как инвестиция. Нет ни одного другого, другой инвестиции, кроме как вот в себя там условно и вот в эту прокачку, которая останется с тобой навсегда, все остальное может уйти. А это точно дает фундаментальные изменения, остается с тобой навсегда. Это просто тупо выгодно. Слушай, получается, есть какие-то практики, которые помогают, да, немного скорректировать мое мировосприятие. Это медитации ты имеешь в виду или какие-то другие? Давай так, у тебя есть какая-то цель. Вот у тебя есть цель? Конечно. Есть цель на финансы? Цель на финансы, да, тоже есть. Окей, у тебя цель на отношения, наверное, да, есть? Да. Хорошо, цель на отношения. Вот ты хочешь в отношениях, ну, определенный портрет вот отношений, который ты себе увидела и так далее, да? Есть какие-то... Нет такого прям портрета, не знаю. А, хорошо, окей. Запрос на отношения. Есть у тебя понимание, либо догадки, либо мысли о том, условно, почему их сейчас нет? Да. Есть ли какие-то внутренние препятствия, которые мешают тебе их создать, как ты думаешь? Ну, я думаю, что да. Думаю, что да, окей. Вот давай возьмем, например, твой пример и потом рассмотрим еще пример с деньгами. Вот когда мы хотим определенных отношений или когда мы хотим какого-то роста, а отношения тоже рост, это переход на следующий уровень, да, вот, например, ты оценила, как я показываю супругу и ребенка, да, и вот для меня, например, я один, когда был, это один уровень, когда я с женой, другой статус, это расширение на самом деле, даже энергетическое, психологическое, то есть я расширяюсь по факту, да, вот до уровня ответственности уже не одного меня, а другого человека. Ребенок рождается следующий уровень игры. И вот таким вот образом мы как бы переходим по вот этим ступеням. И вот, чтобы нам перейти на следующий уровень, нам нужна энергия определенная. И вот смотри, возьмем не тебя, возьмем сейчас другого человека, абсолютно другую девочку, какую-нибудь там Нину, которая тоже хочет отношений, и у нее есть определенные внутренние, скажем так, травмы, блоки, ситуации, решения, из-за которых она привлекает в жизнь не тех мужчин. Вот она сформировала вот эта вот девочка, про которую я рассказывал в детстве, вот эти решения. Она потом начинает вибрировать на этих решениях и этих, как бы там программах, эмоциональных блоках и притягивать не тех мужчин. Но запрос у нее на то, чтобы отношения были хорошие, счастливые, она даже их представляет. И вот как только она об этом думает, как только она представляет, в этот же момент ей дают энергию на то, чтобы она это реализовала. Энергия идет через тело, как через проводник, как через провод или как через трубу, назовем это так. Я подумал, энергия сразу же идет. Если желание истинное, тут же мы получаем энергию на реализацию. Но энергия заходит, хочет пройти через тело, а тело это единственное, что является преобразователем энергии в материальный план. То есть мы любую идею только через действие можем воплотить. Единственный способ материализовать энергию это тело, это физика, это действие. Все начинается с тонкого плана, через действие мы заземляем это, да? Так это работает. И вот когда энергия идет, чтобы мы это пропустили, заземлили, начали встречать мужчин, общаться там, чтобы вот это все завернулось, энергия проходит, но сталкивается как раз таки с внутренними блоками, болью, травмами. Мужчинам нельзя доверять, у нее страх идти в отношения, у нее боль внутри, мужчинам нельзя доверять, хотя очень хочется. И вот этот внутренний фокус подсознательный, сознательно она хочет хороших отношений, подсознательно она их боится, потому что мужчинам нельзя доверять. И в этот момент, во-первых, ее фокус находится на том, что нельзя доверять по-прежнему, а подсознательный фокус в 2 миллиона раза сильнее, чем сознательный. Типа подсознание обрабатывает информацию в 2 миллиона раза быстрее, чем сознание, подсознание, чем сознание. И в этот момент, когда энергия идет, она сталкивается с этими блоками, как будто с засором в трубе. И вот смотри, этот засор нагнетается давление от этой энергии, и труба может лопнуть, и это как бы даже небезопасно. И энергия не проходит, и чтобы сохранить как бы безопасность тела, эта энергия просто сбрасывается на всякую фигню. На ссоры, конфликты, не знаю, на алкоголь, ну на что-то, на все что угодно, лишь бы на нереализацию своей цели. Потому что энергия не может пройти там засор, как стак застрял, понимаешь, в трубе. И вот нужно вот это все прочищать. И поэтому как бы смысл этой работы, вычистить, вычищать себя, и это сразу же помогает, освобождает движение к цели. Слушай, очень круто, да, расписал. Мне действительно сейчас стало более понятно то, о чем ты рассказываешь. Я вот думаю, а что это за процесс такой, да, как ты прочищаешь эти трубы, ну да, загрязненные. Трубы, назовем это так. А все очень, ну смотри, все очень просто. Вот есть, есть несколько уровней тоже этой работы. То есть есть некий такой первый фундаментальный большой шаг, который необходимо сделать, как некая, знаешь, как бы комплексная чистка, назовем это так. Но смысл в том, что нужно сначала разобраться с фундаментом. Фундамент это внутриутробный период, это отношение с родителями, принятие родителей, прощение родителей. И там, поверь, огромная куча вообще работы, гигантская просто. И третье, вот такого базового, фундаментального, что надо прочищать, как бы, это все то, что приходит в течение дня, недели, года всей жизни, как воспоминания о каких-то событиях, как то, что мы не приняли. Например, женщина живет в разводе, и у нее на мужа очень сильная обида на бывшего, условно, да. И эта обида накопленная до такой степени, что она даже не хочет о нем думать, и как только вспоминает, она злится сразу начинает. Это надо разгружать, это ненормально. Любые моменты, где мы сомневаемся, любые моменты, где мы не уверены, любые воспоминания ситуации в конкретных, там, в детстве мама ругала папа. Вот это все, как сигнальчики такие, постоянно нас атакуют, нам постоянно подсознание показывает, вот это убери, вот это, вот это мешает, вот это, вот тут ты так, вот тут ты не можешь. Все время нас, как бы, дают информацию об этом. И вот, соответственно, есть три таких вот фундаментальных куска, прочистив которые, человек уже приходит в состояние, когда у него куча энергии, высокая частота вибраций, ясно все видит, чувствует себя, понимает себя, чувствует энергию, может этим управлять, хочет что-то делать. Ну, короче, называется ресурсное состояние. Так, кстати, называется мой курс. У меня курс ресурсное состояние. Вот, это первая часть. В этот момент уже становится лучше, уже меняются отношения, люди вокруг. Прям вот, знаешь, как ученики мои, они прям пишут вот такие трактаты, и они просто изливаются вот этими эмоциями, не могут выразить даже, как им нравится то состояние новое. Потому что это реально кайфово, когда ты себя чувствуешь иначе, и весь мир как бы от этого перестраивается. Все послойно уходит. И когда ты приходишь на программу, например, на мою, или в любую другую программу, где ты занимаешься внутренней трансформацией, у тебя есть запрос, намерение, у тебя есть контекст программы, у тебя есть определенный... У тебя есть запрос, которым ты пришел для того, чтобы трансформировать что-то, ты от чего-то устал. И все процессы, которые запускаются, они вычищают определенный слой. У кого-то глубже, у кого-то не так глубоко, у кого-то прям совсем фундаментальные изменения. Но это ровно слой, который соотносится с запросом, с контекстом и с тем, от чего тебе давно пора избавиться. И тебя дальше не пропустят. И это процессы не такие как бы легкие. Это не то, что типа сделал там одну практику и все убралось. Нет, это процесс. Делаем практику. Неделю переваривают люди. Но это в хорошем смысле слова. То есть, ну, кого-то бывает колбасит, вылезает все страхи. Вот все это начинает вылазить прям наружу. Благо, что есть практики, которыми это все можно быстро убирать, приводя состояние в норму. Но вот методика такая существует. Я ее сам разработал. Мне хочется вернуться к вопросу про родителей. То есть, ты сказал, что это тоже очень важная часть. И получается, что отношения с родителями как будто бы формируют наши отношения с миром. Вообще все. Да, как это вот происходит? Расскажи. Прямо четко. Ты прям четкую фразу говоришь. Вот ты прям говоришь так, как я об этом говорю. Отношения с родителями формируют сначала отношения с самим собой, с нами. То, как мы относимся к себе, это то, как мы относимся к своим родителям внутри нас. Приведу пример. У меня была ученица, которая не общалась с мамой, не виделась с мамой 10 лет. Общалась с ней очень редко по телефону, по 5 минут, и они ругались постоянно. Она проходит мой курс, а у меня есть занятие по родителям. И вот это занятие по родителям, это 3 часа люди рыдают просто. Все полотенце мокрое. Она это смотрит, ее так накрывает вот этими всеми осознаниями и все остальное, что она покупает маме билет прямо во время занятия в другой городе она жила, в другом городе. Мама прилетела, они месяц провели вместе, и после этого каждый день общаются с ней. То есть как глубоко ей удалось там что-то изменить, простить маму, да? И внимание, что произошло? Как только она это сделала, у нее тут же изменились отношения с партнером. До этого она в отношениях была больше как мужчина. Ставила задачи, контролировала, что-то решала. Она была паровозом таким, занимая вот эту мужскую позицию. Почему? Потому что внутри себя она была очень сильно обижена на маму, и она ее не принимала. Она мать не принимала. Она вычеркнула ее из своей жизни. Вычеркнув ее, она вычеркнула свою женскую часть, левая, левая женская. То есть она закрыла контакт со своей мамой и со своей женской частью. Поэтому ей приходилось двигаться в отношениях по мужскому принципу. Работала она по мужскому принципу. А это сложно, когда женщина работает по мужскому принципу, потому что вы иначе зарабатываете деньги. И она отказалась от кучи мелких проектов, оставила только крупные, сконцентрировалась на них и стала еще и больше зарабатывать. Легче, больше зарабатывать и в отношениях стала больше как девочка. Просто нужно было условно... Я не скажу, что она простила в тот момент, процесс только начался. Но даже это, то, что они встретились, то, что она начала впускать как бы свою маму в себя, это значит, что она начала впускать часть себя, своей личности и с ней знакомиться впервые, спустя очень долгий промежуток времени. Вот так это работает. А папа на что влияет? Если мама отвечает за женственную часть, то папа получается за материальную? И когда мы не принимаем папу, тогда что происходит? Да, ну есть прям конкретные условно зоны там. Папа отвечает за деньги, за достижения, за движение вперед, за здоровье, если я не ошибаюсь. Мама отвечает за отношения с миром, с людьми. Мама отвечает за получение ресурсов просто так, за вот эту глубинную идею. Мир дает мне все бесплатно. Мама дает любовь просто так. Мама дает молочко просто так. Мама как бы для нас... Мама это мир, мы в нем растем. Мама это вселенная, это бог, это все для нас. И вот если мы с мамой у нас классные отношения, то мы внутри глубоко верим в то, что весь этот мир, он изобилен, он дает мне все просто так. Просто потому, что я такой. Какая-то нотка инфантилизма просыпается. Ну я просто вот... Почему? Да, а так а нужно быть в какие-то моменты, девочки тем более. Вот так вот просто так, типа все за меня решили, все сделали, а почему нет? Ты знаешь, что у многих людей проблема просить помощи, обращаться, коммуникация. За это все отвечает мама. За вот эти вещи мама отвечает за накопительство, за приумножение, за сохранение. Когда сквозь пальцы все уходит, тоже мама. Ну когда деньги там вроде зарабатываются, но они не сохраняются. То есть условно, смотри, если мы смотрим по телу... Почему я так говорю? С разных сторон, если мы смотрим, если мы смотрим физически по телу, то папа это прям половина нашего тела правая, левая это половина тела нашего, это мама. И вот когда я работаю с людьми, группой, индивидуально, и если, например, по правой стороне тело начинает рука неметь, блоки проявляться, это значит с папой связано. Левая сторона, это значит с мамой. И как это работает? То есть условно мы хотим какую-то цель себе. Помнишь, мы начали с тобой говорить про отношения и твоя цель в отношениях? А я говорю, мы еще про деньги скажем. Вот, например, если у человека цель поставить, вернее заработать в 10 раз больше, в 2 раза еще можно. Больше поработать, напрячься на максимум и вот как бы x2 сделать это еще ладно. Но x10 не получится, то есть нужно что-то поменять, что-то должно измениться. И вот если мы смотрим, например, у человека и у него цель x10, как только он перед собой ее ставит, как только он о ней думает, тут же все тело начинает скукоживаться вот так. Правая рука куда-то выворачивается в ощущениях, левая часть может просто аниметь, правая нога куда-то выкручивается. Я в этот момент сканирую человека, я понимаю, что у него тело все от этой мысли даже сворачивается в какой-то вот такой вот крюк. И значит там энергия проходить не будет. Соответственно, вот все то, что я говорю, если мы хотим вырасти в 10 раз, то мы должны смотреть как раз таки в маму, в папу. И вот в те вещи, обиды, которые мы в себе по-прежнему носим, и они мешают нам приходить в нашу цель. Но знаешь, какой-то вот такой момент, мне хочется его озвучить, что не хочется забывать про материю. Потому что, да, можно уйти в проработки мамы, папы там, да, и так далее, и как будто бы подумать, что сейчас я буду прорабатываться, и оно все-таки, и деньги вот посыпятся. И работать типа не обязательно. Ну то есть как будто бы хочется подсветить, знаешь, что все, и работать тоже надо. То есть не только заниматься прорабатыванием, а не забывать, что как бы проработался, иди по тесте это в реальный мир. Да-да-да, ну это очень хороший комментарий, потому что это одно из частых, скажем так, один из частых комментариев, который я периодически транслирую в своем канале, либо в любых там обучениях. И он звучит так. Духовное развитие, ради духовного развития не имеет никакой цели. Еще один тезис. Мы приходим сюда, как древняя душа, получить опыт, но всячески пытаемся убежать снова по вибрациям наверх, куда-то в какие-то состояния, чтобы убежать от этого мира. Мы пришли оттуда, чтобы как бы постоянно пытаться снова находиться там. Зачем? Наша задача реализоваться в этом мире. Что значит реализоваться? Это значит построить классные отношения счастливые, зарабатывать бабки, путешествовать, одеваться в тех магазинах, в которых ты хочешь, покупать те... Ну короче, вот просто кайфовать, проявлять себя, реализовывать себя, зарабатывать, путешествовать и просто наслаждаться. И вот я транслирую вот эту мысль всегда. Типа, ребята, я вообще сам человек-предприниматель. Я начал с собой работать, и это сильно повлияло на мой карьерный путь. То есть изменилась жизнь, я построил отношения, там изменился доход, все по-другому. Я живу в Калифорнии, рядом с Калифорнией, город, который входит в список самых красивых городов планеты. Очень крутой. Как Барвиха в Москве, так рядом с Лос-Анджелесом есть такой маленький небольшой городок, где живут коренные американцы, и дома стоят по 30 миллионов долларов. То есть и как бы вот это, чтобы жить в таких местах или чтобы условно приходить к своим целям материальным, можно просто делать действия, а можно работать комплексно, как я делаю любые задачи для себя. Например, если мне нужно добиться какой-то цели, я приехал в Америку полтора года назад, для того народы дочки. Мы приехали в Америку, родили дочку. И у меня появилась идея, блин, как прикольно, вот бы тут остаться. Остаться есть как бы два варианта. Первый вариант это беженцам, это политическое убежище. Второй вариант это получить грин карту быстро, если ты как бы крутые мозги, и ты докажешь, что ты крутые мозги для Америки. Я начинаю делать эту работу, я грин карту получаю за 8 месяцев на руки. Люди, которые об этом знают, они говорят, как? Как ты это сделал? Ну, мы не понимаем, потому что мы даже по такому же пути идем. Мы три года ждем, нам не дали до сих пор. Мы решения ждем или еще что-то. Почему? Как у тебя сработало? А я говорю, очень просто. Я делаю действия, до 4 утра описываю. Я 200 страниц руками написал, больше 1000 страниц кейс собрал о себе, о своих достижениях. Это все было правда. И помимо этого я работал с практиками, с энергетикой, расчищал, убирал препятствия на пути, работал с мастерами, Ганеша мне помогал. Короче, это энергетическая работа, фактическая работа, направленная на одну цель, для того, чтобы я получил материальный, фактический результат. И вот я условно смотрю на этот процесс как только лишь инструмент для того, чтобы достигать материальной цели. Очень, знаешь как, я говорю, это выгодно. Я с точки зрения как бы выгоды смотрю. Потому что вот это вот, поначалу хотелось в это играть, играться вот в эту улетность, в состояние. Но мне быстро это надоело, наверное. На самом деле ты очень важный момент сейчас подсветил, который я сейчас лично проживаю. Я ходила тут на некоторые практики, которые меня вывели в состояние просто такого абсолюта. И я поняла, что с этой точки зрения все проблемы, которые есть в мире, ну как бы они вообще никакие. Там, да, все то, что я пытаюсь решить, это все настолько ерунда. И вот мне показалось с этого состояния, ну все вообще ерунда. А потом меня догнало состояние, что мы сюда пришли не для того, чтобы сбегать в это состояние абсолютно, там, да, там, где хорошо, приятно, конечно, это мой дом, да. А для того, чтобы проживать все эти моменты на земле. И это тоже часть моей жизни. И то есть это был у меня глубочайший инсайт, который ты сейчас озвучиваешь. Действительно, это очень... Круто, круто. Очень-очень. Это важный инсайт, правда. Да. У меня он тоже просто был. Почему, знаешь, как вот, почему откликается? Вообще все, что я рассказываю, это все только опыт. Только опыт и только обучение, пройденное, ну лично там, за деньги и так далее. Ничего из того, что я рассказываю, не взято из книг. Ни один смысл. Ни один инструмент, который я даю. Я все, что я даю, я сам практикую. То есть, например, я делаю свои же практики. Я включаю свою же медитацию и делаю разные процессы. Вместе с моим... У меня есть клуб медитации, там люди каждый день медитируют в огромном объеме. И, ну, я, соответственно, делаю свои же практики. Поэтому я очень хорошо понимаю то, о чем говорю, так как я это прожил. Есть просто несколько разных уровней мастеров. Если мы говорим про мастера, реально. Есть вот мастер, который прожил свой опыт и через себя его транслирует. Вот это он дает как бы истину. Ну, условно, истину все равно через свой какой-то, свою призму там. Она не всем подходит. Она исключительно его. Но в любом случае это истина, как бы его глазами, потому что он прожил этот опыт. И вот в моих словах очень много откликается. И такого как бы бьющего в точку для многих людей. Потому что я просто знаю, о чем говорю, так как я сам это проживал. И я рассуждаю как бы сейчас вместе с тобой в таком диалоге на эти темы. Да, мне диалог наш очень нравится. И вот смотри, многие смотрели фильм «Секрет». Многие уже знают, что мысль материальна, что я могу воплотить любую свою хотелку, любое свое желание. Но иногда даже самое простое желание почему-то не сбывается. Вот что? Опять эти трубы грязные мешают? Опять грязные трубы, опять состояние. Да, ну то есть смотри, вот эта тема на самом деле, она достаточно сложная. Чтобы ее там как бы сразу понять. Вот людям, которые у меня обучаются, прям по несколько раз приходится какие-то ключевые смыслы им еще раз обращать внимание, чтобы это все уложилось. Я рассказываю обо всем об этом очень структурно, очень понятно на бесплатном. У меня есть бесплатное мероприятие двухдневное, где на протяжении 2 занятия по 4-5 часов. С практиками, с контентом, подробно, схематично, со слайдами, с какими-то, со структурами, с видео. В общем, со всех сторон вот так вот я пытаюсь вот эту как бы картинку вложить человеку. И вопрос твой. И вот там очень много таких нюансов и тонкостей. Да, это трубы не дают достигать ему цели, безусловно так. Но еще ему может не давать достигать цели низкий уровень энергии, например. То есть, когда мы живем в состоянии внутренних загрязнений, вот этих блоков, эмоциональной боли. Ситуации реально у всех настолько уникальные. Просто я с кем из клиентов работаю. Например, какая-то женщина, я разбирал ее, у нее мама в детстве спрыгнула с моста, покончила жизнь самоубийством. Мама бухала, много пила. И девочке это не нравилось маленькой, она была недовольна. И когда мама покончила жизнь самоубийством, и этой девочке сказали, что ваша мама, к сожалению, погибла. Первое, что сказала девочка, так тебе и надо. От злости. Маленькая девочка, ей было там 12 лет. Сейчас эта женщина 50 лет. И до сих пор эта женщина носит в себе чувство вины за то, что она тогда сказала. Такое чувство вины, которое, когда мы прорабатываем, она воет. Она воет от этой боли. Она, мы в процессе, я ее веду. Другие смотрят, это как бы такой формат есть. И она просто взрывает. Ей так больно, душа болит. К чему я это говорю? 50 лет и 12. Сколько лет она это носила? И вот такую кучу мы как бы носим в себе. И когда она, куча набрана, и она не разгребается, и поверх нее наслаиваются, 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 в какой-то момент уже настолько достигает это критической точки, что энергии хватает только на выживание, на проснуться, пойти, покушать, лечь, спать. И в этом случае, когда у человека нет энергии, когда она вся сжигается на страхи, на переживания, на обиды, на чувство вины, на всю вот эту кашу, которая там внутри у нас есть, на удержание вот этих вот загрязнений, на то, чтобы туда не смотреть. Ну, там много нюансов, в общем, тонкостей. Потому что мы сами себе закрываем доступ и не хотим туда смотреть, потому что это очень-очень больно. Накапливаем, 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 и в какой-то момент приходим к состоянию, когда у нас низкий уровень энергии, мы живем в негативе, как по замкнутому кругу ходим. Энергии нет, ничего не получается, здоровье ухудшается. И вот это все такое, как снежный ком. И нужно себя, как барон Мюнхгаузен, чем-то вырвать, вырвать из этого болота. Чем? Каким-то внешним импульсом, практиками, комплексным подходом, мастером, я не знаю, ну кем угодно. То есть нужен какой-то импульс, чтобы нас из этого вырвать. Вот, поэтому цели и то, о чем мы мечтаем, не достигаются поэтому. Еще почему они могут не достигаться? Потому что внутренний фокус находится как раз-таки на вот этих загрязнениях, на этих засорах. Девочка, которая приняла решение, что мужчинам нельзя доверять, подсознательно фокус ее находится на том, что мужчинам нельзя доверять. Но сознательно она мечтает о принце на белом коне, о классных отношениях. В практиках она проживает эти отношения, она их чувствует, она представляет, она как бы все, она уже вроде бы в будущем там, и она его простраивает, это будущее. Но внутренний фокус, подсознательный, продолжает быть направлен на то, что мужчинам нельзя доверять. И просто туда идет вся энергия, а не на желание. Идут на страхи. Ну вот так это просто устроено. Слушай, ты сказал, что у тебя есть двухдневный семинар, да, марафон. Давай поподробнее об этом расскажем и расскажем, что каждый человек может поучаствовать в этом действии. Внизу под видео мы оставляем ссылку. И, Сергей, я тебя прошу поподробнее рассказать вообще, что это за волшебство там происходит, когда. Есть прям целый такой сценарий, по которому проходит человек, заходя, скажем так, в это сообщество, в этот проект, в наш телеграм-канал там, не важно. И вот первым шагом, который есть для него, это двухдневный интенсив, практикум, два занятия, где они будут делать 4 практики, расскажу подробно сейчас, и разбираться во всей вот этой теме. Очень подробно, очень досконально мы идем, разбираемся первое, понимаем, как устроена реальность, как мы ее формируем, каким образом, почему вот внешний мир, вот есть такое утверждение, типа весь внешний мир, это проекция моего внутреннего мира, что внутри, то и снаружи. Почему это так? Вот за счет, как это работает вообще? Вот есть такой вопрос. Вот я рассказываю, как системно, схематично, устроена условно вот этого, сначала базовая эзотерическая теория, потом квантовая физика, мы с разных сторон смотрим. Мы понимаем, как устроена, как формируется реальность. Затем мы идем, разбираемся очень подробно, как раз таки вот с этими внутренними блоками. Что за блоки, где находятся, как формируются, как с ними работать, как их убрать. То есть мы, это контентная часть. И помимо этого, конечно же, мы делаем 4 очень мощных практики. Две практики, это, скажем так, короткие, по 30 минут. Первая практика, это базовая медитация. Уникальнейшая практика. Я вообще являюсь тренером Индийской духовной академии, где учились Тони Робинс, Дона Каран, Ашер, Хью Джекман, владельцы компании Патагония, там это миллиардная суперкорпорация огромная. В общем, вот прям серьезные люди там обучаются. Я являюсь тренером академии, потому что я много туда приезжал. И эта академия в свое время искала уникальную формулу медитации. Их задача была найти такую медитацию, которая за короткое время дает максимально возможный эффект. Они выбрали, они взяли ученых, они объединились, ученые, духовные мастера, взяли испытуемых, подключали приборы к голове и испытуемые выполняли разные элементы в практиках. Жужжали, мычали, дышали, такие позы, ну по-разному в общем. И они замеряли, как это все влияет. И через два года они создали, нашли формулу уникальной практики, которая за 20 минут дает суперрезультат в состоянии, убирает тревогу, убирает переживания, наполняет энергией, расширяет сознание, приводит, гармонизирует все внутри и позволяет исполнить одно желание, скажем так, одно намерение сформировать. Вот эту практику получат все, кто зарегистрируется на этот двухдневный интенсив, бесплатный, получат за регистрацию вот эту медитацию. То есть я прям поделюсь этой практикой. Ее делают тысячи моих учеников, ее делают ученики, которые прям во время программы, которые проходят мою программу, каждый день они делают эту практику. Она называется базовая медитация. То есть ежедневная практика, они прям встраивают ее в свою жизнь. Я в свое время ее делал три года каждый день, не прерываясь. Три года. Очень важное правило не прерываясь. Вот я ее подарю участникам. Вот. Соответственно, на вот этом мероприятии у нас будут, у нас будет четыре практики. Первая, это практика на расширение финансового канала и создание лучшего сценария и создание лучшего сценария своей жизни через это. То есть прям на тонком плане человек расширит свой финансовый канал, увеличит объем финансовой энергии, которая протекает через него, сделает эту энергию густой, плотной, увеличит скорость прохождения этой энергии через себя, через вот эту трубу. Мы как бы увеличим этот поток и осознанно направим на создание лучшего сценария будущего. Это только первый шаг. Мы говорим, что есть внутренние блоки, которые мешают. В первый день мы это сделаем. А во второй день мы пойдем отрабатывать как раз-таки внутренние блоки, которые и мешают человеку прийти к этой цели. Он отработает только верхний слой, только один эмоциональный блок, но очень сильный, который может быть десятилетиями у человека есть. Это вторая практика, которую они получат. Третья практика, они сделают практику на возврат всех своих энергий, потерянных или оставленных где-нибудь за всю свою жизнь. То есть, когда мы находились в ситуациях травмы, страданий, переживаний, когда-то девочка страдала, что папа ушел, и мужчинам нельзя доверять, когда мы проживали всю эту боль, то там остается наше внимание. Там, где внимание, там энергия. И вот в пространстве куча нашей энергии, которую мы просто тупо не используем. Ее можно вернуть назад себе, запросить. Это практика древних талтеков, она называется перепросмотр, но я ее по-другому абсолютно даю. Но смысл того, что это как бы древний метод возврата своих энергий. И вот мы сделаем практику, где мы на протяжении всей жизни, всю линию жизни просмотрим, найдем элементы, где энергия оставлена, потеряна, и заберем ее назад, чтобы мы ее использовали. И четвертая практика, это базовая медитация, которую, опять же, я даю сейчас подарком за регистрацию, но там мы ее сделаем в общем поле, в онлайне, и это будет совершенно другой опыт по уровню, глубине погружения. И вот представь, вот эти два дня, там занятия по 4-5 часов даже будут, 4 мощнейших практики, 2 по 30 минут, 2 по часу или часу 15, и вот это все абсолютно бесплатно мы в рамках, скажем так, вот этого и такого коллаборационного, коллаборационной истории с вами решили дать всем подписчикам вашего канала. Пожалуйста, welcome, заходите. Да, благодарю тебя за такую щедрость. Друзья, внизу под этим видео мы оставим ссылочку на регистрацию. Пожалуйста, не упускайте, такой классный шанс. Слушай, а у меня к тебе следующий вопрос. Ты наверняка, как многие, да, сейчас слышал, знаешь, возможно, больше знаешь про такой переход. Все говорят про переход в 2024 году, и мне интересно послушать, как ты думаешь, да, что это происходит и как это повлияет на нас. Конечно, я знаю об этом, я слышал об этом еще очень давно. Я был в Индии, по-моему, в 2014 году, попал в Индию, если не ошибаюсь, или попозже, наверное. Я уже тогда слышал об этом, то есть еще никто не говорил об этом, не было информации никакой. Нам уже говорили, что есть переход, и все его ждали, типа, в 2012 году, когда был конец света, календарь мая, да, но он говорил о том, что как раз таки не конец света будет, который ждали, а что вот в это время произойдет уже значительный переход на новые уровни вибрации. То есть он не сейчас произошел, он не в 2024 году. Этот процесс идет там с 60-х, 70-х годов. Планомерно вибрации поднимаются, 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 и вот сейчас они достигли уже такого уровня просто, что это несет значимые и ощутимые изменения во всем мире. Поэтому об этом сейчас все больше говорят. То есть каждым годом просто воздействие этого процесса будет сильнее проявляться. Сейчас скажу в чем. Есть такой физик, Винфри Тотто Шуман, его зовут, он изобрел частоты вибрации, частота вибрации Шумана. Вот эта вибрация, она как признанный факт, меряется давно. Есть даже сайт такой в интернете, который показывает в онлайн режиме, какая частота вибраций у планеты Земля. По сути это наверное какой-то все-таки космические вибрации, которые с космоса идут на Землю. Вот они их меряют. И вот эта частота, она постоянно растет. И мы все излучаем эту энергию, мы все излучаем частоту, все предметы, все живое, и особенно человек. Мы излучаем вибрации, думая, говоря, и испытывая чувства. Больше всего чувства. А того, какие эмоции мы испытываем, такие вибрации мы излучаем. Есть два спектра, высокочастотный, низкочастотный. Высокочастотный спектр, это эмоции, такие как радость, благодарность, любовь, уверенность, сила, вера. Условно там позитивный спектр эмоций. Негативный спектр эмоций, злость, зависть, обида, страх, чувство вины, и весь вот этот низкочастотный спектр. Соответственно, человек живет там, либо в том, либо в том состоянии. Вернее, он постоянно туда-сюда как бы двигается. Мы же не можем жить все время, блин, там, в состоянии благодарности. Мы люди, мы можем злиться, у нас может все меняться. Но тут важно 80% времени, где ты находишься. В высоком диапазоне или в низком. И вот, вся планета, поднимая частоты, заставляя всех людей, двигаться вместе с общим трендом. То есть прорабатывая себя, поднимать вибрации, и это называется большая духовная эволюция человечества. Она идет плавно, она идет постепенно. И вот, что это нам дает? Во-первых, то, что материальный мир становится изменяемый, как никогда раньше. То есть, вот мы знаем про секрет, про фильм секрет, про книгу секрет, и что мысли материальные, ни для кого же не секрет это. Но, по мере повышения вибраций, чем выше уровень, тем быстрее скорость изменения материи, под наши мысли. Материя становится все более пластилиновой, все более изменяемой, ее легче менять. Потому что плотный материальный план утончается, он переходит на другие частоты, на высокочастотный, более тонкий уровень. А более тонкий уровень, он как бы меняется быстрее, чем плотный материальный, вот условно там такой. И это как хорошо, так и плохо. Почему плохо? Потому что человек, который не управляет собой, который находится в страданиях, боли, переживаниях, он не осознает этого, он не понимает этого, он варится, как белка в колесе в своих проблемах, на низких частотах, он все быстрее будет воспроизводить страхи, переживания с большей скоростью. То есть раньше он может думать, бояться, а страх не реализовался, прокатило там, не хватило времени на то, чтобы как бы условно воспроизвелся страх. Или через какое-то время воспроизвелся, или в какой-то там степени. Вот чем дальше мы будем идти, тем быстрее все, что есть внутри, будет воспроизводиться. Есть хорошее состояние? Класс, ты получишь хорошие бонусы. Твое внутреннее состояние быстрее конвертируется в конкретные ситуации во внешнем мире. Еще, что это дает? Это дает то, что у людей начинают открываться те способности, которые раньше давались очень тяжело. То есть там условно сейчас там даже мои ученики дали просто люди, которые... То есть сейчас можно проработать вот эти блоки, вот эти засоры, про которые мы говорим настолько быстро, раньше какому-нибудь супер-йогину, чтобы словить какое-то там благословение энергетическое, чтобы ему что-то там сильное поменялось, ему нужно было сидеть 12 лет в пещере, не есть, не пить, отшельником, медитировать, чтобы вот этот вот как бы словить этот контакт с какой-то силой. Сейчас это все открыто, это доступно. Сейчас гораздо быстрее все это происходит. Это большое преимущество. И у людей открываются способности, они чувствуют больше, им снятся сны, они начинают понимать, осознавать, что мир не такой, как я представлял. Больше тонко людей начинают ощущать. Короче, у всех начинают открываться определенные способности, как попкорм сознание взрывается по всему миру, и люди просыпаются. Поэтому большой интерес к этой теме, поэтому все больше людей туда идут, потому что чувствуют больше, чем они ощущали раньше, так как вот происходит вот этот глобальный процесс. Получается, вот что по сути энергия идет за вниманием, да, и куда мы направляем свое внимание, то у нас там и начинает происходить. Направили в какой-то негатив, вот вам, пожалуйста, очень быстро, да, там негатив. Направили в позитив, там, да, тоже. Если трубы чистые, то, как говорится, сразу же. Ну там не совсем так, там важен подсознательный фокус, подсознательный фокус, потому что сознательный фокус-то у нас всегда, как правило, направленный хороший. Знаешь, вот мне хочется сказать, что подсознательный фокус формируется контентом, который мы в себя загружаем, то есть, по сути, ну реально сложно управлять своими мыслями, ну вот они летают, да, там эти мысли разные залетают, но исходя из того контента, который я в себя загрузила, допустим, просмотрев это видео, да, человек уже настроился на какие-то новые крючочки, да, в своем подсознании, он впустил в свое подсознание какие-то изменения, и уже в какой-то следующий момент он будет на них опираться. Загрузил он в себя какую-то там, да, негативную информацию о том, что все, жизнь боль, все плохо, и мой бывший там тоже, да, нехороший человек. Все, оно как бы и будет бурлиться. Поэтому, друзья, реально супер важно, какой контент вы в себя погружаете, это как в пище, которую вы выбираете, да, ну, лично мое мнение пока что на данный момент, что я не очень могу выбирать свои мысли, но контент могу выбрать, какой я хочу там, да, поглощать, что будет генериться потом. Для меня на самом деле вопрос, могу ли я управлять своими мыслями или нет, в медитации, да, да у меня там фигово тучи этих мыслей, как я имей управлять могу, не знаю. У меня есть ответ на вопрос. О, давай. Да, мыслями управлять, ну, то есть, тут управлять ими нельзя, но тут можно прийти в состояние, когда ты наблюдаешь поток мыслей со стороны. Есть красивая фраза, которая объясняет это. Поток мыслей, как бурная горная река. И ты либо находишься, как бы, в центре этой реки, и она тебя вот сносит, либо ты сидишь на берегу и наблюдаешь, как она протекает. И вот это состояние, оно на самом деле нарабатывается. И вот когда я был в индийской академии, один из результатов, которые они давали, они называли это типа пробуждение. Нам в конце выдавали такой конверт, который ты открываешь, и в этом конверте написан уровень твоего просветления, назовем это так, пробуждения, которое они запрашивали где-то там. Я говорю, а где вы взяли эти цифры? Нам вот это, кто-то, они как называются, Аматма, ну кто-то, короче, им дает эту информацию. А у них еще, кстати, я вспомнил, прикольно, а информацию они эту получают, знаешь как? Они получают при помощи космиков. Кто такие космики, короче? В детстве таких детей отдают вот в эту академию. Они с детства там растут. Когда им исполняется 18-20 лет, с ними что-то делают, вот так раз, их сознание вылетает в космос, и они 2 года в коляске вот так вот, как овощ живут, их кормят через трубочку, и потом их сознание возвращается обратно в тело. И в этот момент они как бы, они уже были там, и они уже не люди, они уже, это уже что-то, что-то другое. И вот они вот оттуда как бы вот эту информацию все передают. Так вот, в чем смысл? Там уровень вот этого как бы пробуждения, который выдавали, он означал, на сколько процентов поменяется биохимия твоего мозга. Чем выше уровень пробуждения, тем на больший процент изменен твой головной мозг, тем больше долей начинает работать. И вот, то есть и результатом этого становится, что ум замолкает. Либо замолкает на период, ну не навсегда, на периоды, либо тише становится, либо молчит совсем. В какой-то момент он может опять снова быть очень активным, песни, музыка, там какие-то фразы, еще что-то, раз, потом тихий. То есть условно, вот спокойствие ума это не такая сложная задача по факту, но просто это не такой цели убирать мысли. Не надо, зачем? Они идут и идут. Но, вот ты сказала про контент, здесь очень важный такой вот нюанс, что контент может залетать какой-то плохой, но тут важно, как бы с чем внутри тебя он резонирует, за какие крючки он зацепился. Не контент становится крючком, а контент проявляет уже существующие крючки. И если ты смотришь, какой-то фильм, два человека смотрят кино, и один человек, и там, не знаю, какой-то какой-то сюжет разворачивается, где кому-то причиняет боль. И вот один человек смотрит, и ему все равно, он не обращает внимания на этот сюжет, а другой человек его цепляет, ему жалко, у него эмоции, у него что-то пошло. И в этот момент условно, контент проявил чувство жалости, которое мешает человеку и сопровождает его, ему надо от него избавиться, либо его поменять, в какую-то другую форму изменить. И поэтому контент является лишь помощником, как и сущности, как и все ситуации, как и все вокруг, только для того, чтобы показать мне, я сам себе показываю через контент, через людей, через ситуации и через сущности, что я в себе пока еще не вижу и не осознаю. Слушай, а есть какая-то точка, которая показывает как бы завершение процесса, что все, как бы мы вроде бы совсем разобрались, что я ни за что не цепляюсь, или эта точка только смерть уже называется? У меня долго была эта идея, что эта точка только смерть. У меня вообще история, у меня интересная на самом деле история, я с радостью рассказываю ее, потому что она, во-первых, правда, во-вторых, там как бы есть такая интересная прям как бы путь такой трансформации. И вот один из моих как бы элементов 13 лет назад я находился в другом состоянии, то есть там например одна из проблем была, это 5 лет я не мог построить отношения. Типа вот девушки встречаются, то не те, то я неадекватный какой-то, то я ревную, то я страдаю, ну как какая-то дичь, короче, и 5 лет, от месяца до 3, они как бы держатся отношения, потом все. Я не знаю, в чем проблема, в чем, оказалось потом, там спустя время, что корень в обидах на маму, моя мама воспитывала меня достаточно строго, жестко, в нужных моментах, это сформировало определенную большую количество внутренних, там условно, обид, травм, и для меня была большой задача отработать отношения с мамой. Это была настолько большая задача, что мне казалось, что мне не хватит этой жизни для того, чтобы это убрать, потому что там действительно был огромный объем, гигантский просто. Я туда смотрел, понял, как там еще много всего, как же там много всего. Ну, я уже вроде много лет работаю и с мастерами работаю, и я такой думаю, не, это все до конца жизни. Я прям смирился в какой-то момент. Но, ты знаешь, спустя еще какое-то время небольшое, я прям почувствовал вот этот свет в конце туннеля. То есть, условно, есть, ты знаешь, вот отвечая на вопрос такой, смотря для какой задачи ты спрашиваешь, то есть, если мы, я говорю про свои отношения с мамой, я понял это так, что внутри нас есть как будто, вот знаешь, основная масса. И вот, когда основная масса будет отработана, вот тогда вот эта точка, про которую ты спрашиваешь, ты ее прям четко почувствуешь. И дальше, дальше просто только в плюс, только то, что в плюс пойдет. То есть, чтобы из минуса вытащить, это вот есть определенная подушка накопленная, с ней разберись, а потом только ты нарабатываешь плюс по факту, на расширение работаешь, на следующие уровни дохода, отношений, всего остального. То есть, по сути, смотри, ты входишь в определенное состояние, и люди после работы с тобой, они находятся в определенном состоянии. Что это за состояние? Как понять, что я уже в нем? там? Ну, это процесс. То есть, вообще, мы все мои, у меня практики абсолютно разные. То есть, вся программа, это такой процесс, и это такая система. Там есть практики маленькие и короткие каждый день, там есть практики большие процессы, которые там по полтора часа, там есть практики самостоятельной, домашней по отработке решений, там есть практики по отработке эмоциональных блоков. Там целый арсенал такой я даю, И они все это работают в комплексе. Объясняю, как этим пользоваться и провожу по этому пути. Состояние, оно происходит сразу. Вот я пригласил людей на двухдневный, ребят, я вас пригласил на двухдневный интенсив, который мы для вас с командой готовим. Вы получите результат критериально очевидный уже на интенсиве. Вот я прям гарантирую, что каждый из вас либо почувствует мощный прирост энергии, прям вот будет прям штырить кучу энергии, идей, планов, состояние поменяется. Либо вас начнет накрывать отработкой вот этих блоков. То есть полезут все давние ваши вещи, о которых давным-давно вам нужно избавиться. И вот всегда группа делится как бы на два уровня. Одни их штырят, прет, энергия, все хорошо, состояние классное. У вторых трансформация сейчас. Потом они меняются местами. Эти прошли свою трансформацию, у них классное состояние. Эти вошли в трансформацию. И по итогу вся группа приходит в ресурсное состояние, когда куча энергии, концентрированное внимание, уверенность, штиль, гармония внутри. Понимает, что делать, чувствует себя, ощущает людей. И вот из этого состояния люди достигают цели. И это как следствие. Следствие состояния, достижение в бизнесе, рост в доходе, улучшение отношений. И звучит иногда в кейсах, как будто волшебство какое-то. Пришел человек, поработал с собой, вычистил все это. В конце программы пишет. У меня ощущение, что программу проходил я вместе с женой. Потому что она там, она изменилась кардинально. А приходил с запросом сохранить брак. Уже было отдано заявление на развод. В конце программы он пишет, что супруга поменялась, пошла в развитие. И у нас отношения теперь снова хорошие. Но человек работал только с собой. Супруга даже не в курсе, что он делал. Вот так это работает. Сереж, расскажи, пожалуйста, почему ты вообще стал заниматься тем, чем занимаешься сейчас? Да, у меня есть определенный путь. И начался он 13 лет назад. Вообще, это была такая точка бифуркации, точка изменений, в которую точка такого, скажем так, максимального выгорания, стресса и панической атаки. Я вообще с детства, я вырос в маленьком городе и очень много приходилось выживать с детства. Привет. Я нахожусь сейчас в Нейрюнбре. Это республика Саха-Якутия, в городе, где я вырос и прожил все свое детство. Сейчас мне уже 31. Я вам покажу, какой была жизнь подростка Сергея Закоцова. Сам город находится в центре тайги. Вокруг бескрайняя большая тайга. Это маленький городочек, который был образован при большом угольном разрезе. Здесь добывают уголь в огромных масштабах. В этом подъезде я вырос. Здесь я жил на четвертом этаже. С четырех лет до пятнадцати я находился вот здесь. Вот в этой квартире я раньше жил. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темной и луватой. Вечно молодой, вечно пьяный. Пойдемте в школу. Видите, здесь очень холодно зимой. Мы вот тут грелись постоянно стояли все время. Здравствуйте. 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 Гордость нашей школы – это гендрайф. Ого, ничего не изменилось. Да. А вот на этом рынке... Вот, собственно, здесь я покупал себе одежду постоянно. кроссовки, футболки, штаны, кепки – все. Работал там четыре года официантом, на стройке, грузчиком, параллельно учился и так далее. И это привело к тому, что 13 лет назад я пришел в состояние, где я полностью не понимаю, чем я могу, хочу заниматься. У меня проблемы в отношениях с женщинами 5 лет, я не могу их строить, не получается, я не знаю, в чем проблема. Нет денег вообще, я живу с мамой. Я за год сменил 11 компаний, никак не могу найти себе работу. И я вот в этом состоянии стресса накопленного нахожусь 13 лет назад. И в какой-то момент у меня происходит паническая атака. То есть в моей голове играет 20 песен, 10 голосов, и у меня такое ощущение, что я сейчас реально свихнусь, сойду с ума, голова взорвется. Я в этот момент находился в Одессе у друга детства, и это в том числе сдетонировало вот этот процесс, то, что я с ним увиделся, я не видел его там больше 10 лет, этого человека. И чтобы мне хоть как-то полегчало, я решил нырнуть в море, освежиться. Я заныриваю в море, выныриваю обратно, и в эту же секунду, ба-бах, что-то происходит. Меня куда-то выбрасывает, и я в моменте осознаю, что то, как я чувствовал и представлял и видел этот мир, он вообще по-другому устроен. Я понял, что вокруг есть какие-то энергии, все это влияет на меня, что есть Бог, есть любовь, какие-то такие смыслы. Я начал по-другому чувствовать людей, чувствовать себя, и в это состояние я одномоментно попал. Я думаю, это что такое вообще, мне не привиделось, я точно понимаю, я это чувствую. Это состояние продержалось полгода, 6 месяцев. Через неделю после этого случая я нахожу, устраиваюсь компанию Тугис, откуда начинается моя стремительная карьера. Диас-менеджер по продажам, через полтора года уже был коммерческим директором, как только это произошло со мной. И вот это случилось, я понимаю, что я в этом состоянии, я понимаю, что я это точно чувствую. У меня появился вопрос, что это такое, что за состояние, почему оно влияет на мою материальную жизнь, как в него прийти, что вообще с этим делать. Я начинаю искать ответы, где искать, не знаю. Пойду в церковь, я думаю, 3 с полной года хожу в церковь, молюсь, причащаюсь. Каждое утро встаю перед иконами, читаю молитвы, еду по всему миру, Израиль, Кипр, Греция, другие центральные религиозные центры. Через 5 лет поисков попадаю в Индию, в Духовную Академию, где прохожу первый 30-дневный курс, где я понимаю, с чем работать, куда идти. Наконец-то я нахожу ответы и запускаю свою трансформацию. Через 5 лет только поисков. И как только в Индии я все это прохожу, я возвращаюсь и я начинаю жестко себя прокачивать. 5 лет работаю с наставником по энергетике, полтора года с энергокоучем, шаманы, экстрасенсы, гипнозы. У меня больше 220 часов погружения в разные виды гипноза, разные тренинги, курсы. Я получаю 10 инициаций в разные энергосистемы, типа рейки, космоэнергетика, огненный цветок, индийские инициации. Я даже погружаюсь с ракофаг в пирамиде Хеопса, получая 10 инициацию финальную. И вот пройдя весь этот путь, очень сильно поменялась моя материальная жизнь. Я женился, у меня счастливый брак, обожаю свою жену, прекрасная дочка. У меня изменилась карьера, то есть была компания Тугис, где я 4 года в ней был и от менеджера до коммерческого директора я поднялся. Затем была компания Бизнес Молодость, 6 лет я был в БМ, я был топ-менеджером, управлял одним подразделением бизнес, такие дорогие вип-курсы. Оборот проекта был 300 миллионов рублей, я его сам с нуля создал, довел до оборотов 300 миллионов рублей. Затем полтора года я был управляющим партнером Арканум, самого крупного эзотерического центра в России, наверняка вы знаете, слышали о нем. Я управлял этим проектом и я управлял им как бизнесом. Собственники мне отдали эту компанию и сказали, все управляй, развивай, мы тебе доверяем. Я пришел туда на позиции самого главного. И помимо развития бизнеса я стал там еще выступать. Мы там начали организовывать большие такие супер марафоны, на которые мы собирали по 50-60 тысяч человек. То есть я сам их придумал, я сам все это организовывал и так далее. И я на них стал выступать. И я просто рассказал чуть-чуть того, что я узнал за 13 лет, и это вызвало просто бурную реакцию людей. Они начали засыпать меня сообщениями, что это, как это пройти, где это, что за практики, как у вас поучиться. Ну и тогда уже появилась идея, что видимо пришло время может быть это передавать, как-то упаковать. Ну и собственно я вышел в создание своего собственного проекта. Сейчас так и есть. И вот если говорить какие результаты это дало, это в корне поменяло мою жизнь. Если бы вы видели, сейчас посмотрели, у меня есть такое видео, которое я покажу обязательно, кстати, на двухдневном интенсиве, где прям видно, где я вырос, в каких условиях, что за город. Там до сих пор рынок есть, на котором люди одеваются. Рынок такой вещевой. Вот. И где я нахожусь сейчас? То есть в каком городе? И для меня это телепортация просто. Я женился, родилась дочь, я переехал в Америку жить, купил квартиру, машину, квартиру в центре Москвы, машину. Ну это не важно, типа там поршни, поршни, ну вот эти вот как бы базовые потребности, они закрыты все. И это все помогло даже больше, чем базовые потребности. И к этому прийти позволила работа над собой на протяжении всего этого пути. И когда это произвело такой фурор, скажем так, среди участников тех марафонов, я упаковал это в методику. И в первую очередь эту методику я протестировал на очень крутых предпринимателях. Клуб 500, есть такое сообщество. И вот в свое время я был в клубе 500, меня там все знают, и Дима Портнягин меня знает, я потому что из этих кругов. И я там одно время, пока жил в России, сейчас я соответственно уже в США, я был, скажем так, как духовным наставником клуба. Больше ста человек из клуба 500 прошли мою программу. И вот методика условно была обкатана на самых сильных предпринимателях страны. Там люди по 4 миллиарда оборот. И у них были феноменальные результаты, и потом это все переросло в такую вот модель, продукт, который сейчас доступен для абсолютно каждого. Мы сделали специально такой формат, чтобы каждый человек мог пройти. И вот, собственно, на базе опыта, на базе этих инструментов родился продукт. Сереж, поделись, пожалуйста, какой это практикой, которую люди смогут сделать прямо сейчас, да, дома, и которая уже сейчас может поменять их состояние. На самом деле, вот каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео, если вы перейдете по ссылке под этим роликом, оставите заявку, то вы сразу же получите практику на ресурсное состояние. Это базовая медитация, про которую я вам рассказывал, которая создавалась при поддержке ученых и духовных мастеров. И смысл этой практики в том, что за короткое время она полностью вас сбалансирует. Она наполняет энергией, убирает тревоги, переживания, беспокойства, расширяет сознание, гармонизирует работу тонких тел. И самое главное, на последнем этапе этой практики вы будете работать над исполнением одного своего намерения. То есть каждый день за 20 минут вы балансируете себя, приводите в ресурс, наполняете энергией и осознанно создаете лучшие сценарии своего будущего. И вот эту практику абсолютно бесплатно вы можете получить, если прямо сейчас перейдете по ссылке, зарегистрируйтесь и сразу же ее получите. Как трансформируется реальность людей, которые начинают с тобой работать? Ты знаешь, у всех она трансформируется вообще по-разному, потому что запросы у всех разные, это понятно. У меня основная аудитория это женщины и старше 30 лет. Основная масса это, наверное, 30-50. Есть на самом деле люди, которые приходят, у меня есть и 82 года, сейчас это рекорд, наверное. Это женщина из Вены, Таша Твердомед. Кстати, очень интересный кейс, она инвалид, в инвалидном кресле, живет в Вене и она художница. И во время прохождения программы, после прохождения сразу же, по-моему, да, после, она получила международное признание как художник. У нее была супер выставка и именитые художники этого мира оценили ее стиль. И она там сделала супер крутую какую-то выставку в Вене, куда съехались люди со всего мира. Это такое достижение было у нее. И есть люди помоложе, есть постарше, есть очень много разных историй. То есть, если мы говорим про людей, скажем так, возрастных, то, например, есть интересный, очень классный кейс женщины, которой 62 года. Когда она пришла на программу, она очень тяжело проходила там 7 тысяч шагов в день, сдыхалась, тяжело двигалась. То есть, у нее прям физически она себя плохо чувствовала. И у нас устроено так, вот когда люди проходят программу, мы в конце собираем обратную связь. И с теми, кто хочет поделиться, мы созваниваемся и проводим вот такое же Zoom-интервью. И вот когда мне скидывают, и потом эти ролики режут, и мне скидывают на просмотр. И вот мне присылают этот ролик, какая-то женщина такая сидит, рассказывает. Я думаю, кто это такая? Не узнаю ее. И потом, после того, как она рассказывает, вставка того, как она начинала программу, как она выглядела. И когда я увидел, что это она, я не поверил своим глазам. Я был в шоке, что человек помолодел на 15 лет. И вот она говорит, ребята, я та на курсе, которая сейчас, и которая была до, это просто пипец. То есть, ей тяжело ходило, задыхалась. У нее там было много разных проблем, ситуаций. Сейчас она прекрасно выглядит. Начала ходить каждый день по 15 тысяч шагов. Начала плавать, начала ходить по горам. Познакомилась с мужчиной в 62 года. У них начались отношения. И у нее главное намерение на программу было купить себе дом у моря в горах. И она говорит, вот я сейчас сижу в доме у моря в горах. Ну только это не мой дом, а дом мужчины, с которым у меня отношения. Ну вот как-то так, типа, получилась моя трансформация. И вот у всех она своя. Кто-то приходит, хочет в доходе вырасти, там с доходом 100 тысяч. Получает энергию, ресурс, делает рывок на 500. У кого-то отношения были на грани развода, восстанавливаются. У кого-то доход растет. У кого-то отношения с детьми. У всех по-разному. Потому что у всех запросы свои. Но принцип один и тот же. Когда я приглашаю людей на программу, я говорю, да, ребята, есть результаты, и деньги, отношения, и то, и то, и то. Но это следствие. Это как бы сопутствующий результат. Потому что главный, это внутри себя прочистить. Ты убираешь внутренние блоки, загрязнения, решения, очищаешь, больше энергии получаешь, поднимаешь вибрацию. В этот момент то, что внутри ты давно хотел, начинает просто исполняться. Ну и твоими действиями, конечно же. Без действий ничего не работает. То есть если нужно на это сделать акцент, то у меня в идеологии в принципе, что без физических действий вы ничего не сделаете. Это называется запускающие действия. Сделали практику, пошли делать физические действия. Только через действия мы можем заземлять. Иначе не работает. Слушай, и если все подытожить, да, все то, о чем сегодня мы говорили, то получается, есть человек, рождается душа, чтобы проживать человеческий опыт. До 18 лет формируются его крючки, на которые потом насаживаются разные программы, проблемы, да, которые нам необходимо здесь решить. Зачистить. Да, зачистить. Решить, зачистить, осознать, убрать, принять, простить. Вот там по-разному, целая куча всего. Ну да, можно назвать это одним словом крючки. Да, эти крючки. То есть получается, избавление от этих крючков, это и есть эволюция нашей души в этом. Это и есть настоящий духовный рост. Вот что это такое. Настоящий духовный рост, это вот про это. Это не про сидеть в позе лотоса под пальмой на Бали и улетать туда далеко. Это вырвать себя из реальности. Это значит не пройти уроки. Это значит сбежать от трудностей жизни, ну если мы говорим про такой формат условно, гораздо выгодней, эффективней, важнее и результативней для нас в потоке жизни научиться, проходя жизненные уроки, сохранять состояние, получать этот опыт, развиваться, достигать, зарабатывать, кайфовать, становиться значимым и вот это все проявлять себя как вот эту душу в этом мире. Да, и действительно не забывать, да, про материю, про совмещение два этих аспекта и не забывать, что мы сюда все-таки пришли для радости, для удовольствия, для наслаждения и для эволюции нашей души. Я благодарю тебя, Сергей, за твои знания. Спасибо большое, было очень приятно, да. За то, что ты делишься ими так щедро, так мощно, так красиво. И, друзья, я благодарю вас. Я хочу напомнить, что внизу под видео мы оставляем ссылочку для регистрации на интенсив, двухдневный, совершенно безоплатный. И это то, что, возможно, изменит в корне ваше отношение к жизни. Да, а за регистрацию вы сразу же получаете практику на ресурсное состояние, где вы сможете работать и с состоянием, и еще над своими намерениями. Так что переходите по ссылке, регистрируйтесь и забирайте эту практику. Благодарю и до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо, пока-пока. Всем пока.